Итак, парни, маслочки надел, маслосъемные колпачки и уже засухарил. Пружинки, тарелочки, все, сухарики, все как положено, клапана собраны. Теперь осталось дело за гидрокомпенсаторами. И вот здесь, ребята, очень важный момент. Практически никто гидрокомпенсаторы не разбирает и не промывает их. А если, тем более, гидрокомпенсаторы стоят у вас родные и тысячу лет уже в движке, то там столько будет говнища, это просто капец какой-то жуть. Все говнище будет осаждаться, оседать в гидриках. В гидриках есть полость для масла. И вот в эту полость загоняется по масляным каналам шлам весь. Это как масляные кусочки нагара, шлам, так и мусор там остается. Все говнище оседает в гидрокомпенсаторах. И когда гидрики грязные, то вы это можете услышать и почувствовать. Когда движок заводите, 2-3 секундочки гидрик так-так-так-так-так-так-так. Начинает так подстукить, потом подкачивается, прокачивается. И начинает работать мягко, плавно, без цоканья и ударчиков. Это, соответственно, говорит о том, что у вас гидрики уже подсели. Либо они грязные, и в них сидит грязь, что в свою очередь не дает им тоже правильно работать, плонжеркам. Либо уже имеют износ, опять-таки из-за грязи. Ребята, вот на этот момент сейчас я сделаю акцент. Сейчас я вам покажу, как разбираются гидрики и как гидрики промываются и снова собираются. Зачем покупать новый гидрик, когда вы можете восстановить, промыть свой собственный родной гидрокомпенсатор. А гидрокомпенсатор, ребята, как вы знаете, играет очень большую важную роль в газораспределительном механизме. Давайте посмотрим на эту тему. Итак, парни, что же такое гидрокомпенсатор? Ну, знающие знают, а кто не знает, давайте познакомьтесь с этими штуковинами гидрик. Вот такой вот. Он имеет вот такую форму и имеет пальчиковую форму. Такая у него основа. Это высокопрочная сталь. Очень хорошая прочная сталь. И вот такой здесь плонжерок. Вот этот плонжерок имеет ход. Видите, вот я сейчас его нажимаю. Вот он продавливается, работает. Видите, продавливается и выходит. Это сейчас он уже промытый и спущенный. Вот эта штучка давит на клапан. Тем самым убирает зазор между клапаном и вот этим вот плонжером-толкателем. Внутри есть полость. Вот здесь она находится по масляному каналу. Вон дырка для масляного канала. Туда под давлением попадает масло. Масло давит на вот этот вот плонжерок. Который, в свою очередь, давит на клапан. Убирает зазор между головкой клапана, торцом клапана и этим плонжерком. Когда он грязный, он зачастую уже не работает, не работоспособен. И он статичен. То есть он не нажимается, а заклиненный. Стоит в одном положении. Вот так он не нажимается, не ходит. Хода нету. Сейчас я вам покажу. Вот не промытый, грязный. Вот здесь, видите, он... Вот этот вот плонжерок, пятачок, он немножечко торчит. Такой выдвинутый. И он не нажимается. Видите, вот я его как со всей силы, вот сейчас сколько есть, прожимаю. Он не прожимается. Он стоит на одном месте, вот он заклинивший. Это говорит о том, что он грязный. Попала грязь или еще что-то. В общем, шлаг, шлам. И он стоит в одном положении. Вот он, клинанутый. Вот такой же второй. У него, видите, вот этот вот торец плонжерка. Плонжерок нажимается. Видите, я его могу прожать. Но у него ход такой затрудненный тоже. Он чувствуется между вот сейчас вот этим промытым, чистым, и вот этим грязным, непромытым. Он чувствует, что чуть-чуть он подзакусывает. Какой-то имеет усилие. Так вот. Сейчас его нужно разобрать. Вот этот плонжерок, клапанок вытащить из этой вот чашки и промыть его. Как его оттуда вытащить. Берете вот такой железный предмет на ковальне. Вот так переворачиваете. И вот такими ударами, шлепками стучите. Нужно, чтобы вот этот плонжерок, насколько смог, вышел сюда. Он не вылетит, потому как у него есть там стопорное кольцо, которое не дает ему полностью окончательно вылететь. И можно пассатижами потом его подцепить и выдернуть. Но для этого нужно, чтобы он хотя бы наполовину вышел из своего гнезда. Вот так стучим. Если он не выходит вот так после двух, трех, четырех ударов, зачастую, вот он сидит на месте, то значит, его держит грязь там. Шлам, шлак и еще масло не дает. Масло работает как вакуум. Вот здесь вот масляный канал. Сейчас в этот масляный канал через шприц загоним бензин. Два, три, четыре, пять раз будем загонять и оттуда выгонять грязь. Вымывать. И после этой процедуры только тогда, может быть, он подвинется, этот плонжерок, освободится от грязи, насколько ему возможно там. И он уже может вылезти. Он сидит. А нет, вот пошел. Пошел. Посильнее ударил и он пошел. Ага, испугался. Так, пацаны, смотрите, шприц. Набираем бензин. Ну или любое другое моющее средство. В моем случае это просто бензин. Иголочка. И вот сюда в масляный канал спускаем бензинчик. Сейчас оттуда. О, дерьмище. Уже пошло. Надо несколько раз так процедуру сделать и вымыть оттуда шлак. Ну вот так вот несколько раз. Вот таким образом несколько раз эту процедуру надо сделать. О, видите, дерьмище идет оттуда. Масло и говнецо оттуда сейчас немножечко вымылось. И сейчас вот такими вот ударами, хлесткими. Оп. Выскочил все. Вон сколько говна там, видите. Шлам. Все черное. И все. Сейчас будем купать. И всякими штуковинами будем оттуда все дерьмо вычищать. Вот такая вот этот трос стальной. Сюда засовываю внутрь. И всю эту полость сейчас вот так буду чистить. Весь нагар, шлак, хлам. Все, что там есть, нужно оттуда вычистить, чтобы было чисто. Это, видите, вон говна сколько. В общем, процедура эта грязная. Да вот, достаточно. И долго достаточно. Поэтому никто этим не занимается. Я не знаю. Мотористы занимаются этим, но вряд ли. Я на своем опыте за 30 лет еще только трех трех мотористов встречал, знал ребят, которые этим занимались. И то не всегда, и не часто. Крайне, крайне редко, по, короче, очень большой просьбе. А так никто гидрокомпенсаторы не чистит, не промывает, не разбирает, не собирает. Как есть, воткнули. Как есть, сняли. Как так и есть, и воткнули обратно. И все говнецо, как было там в гидриках, так и остается. Ну, а я для себя это делаю обязательно на любых своих машинах. Если касается разбора и ремонта мотора, связанного с такими вот процедурами с гидриками, я всегда их вскрою, прочищу, промою, и я знаю, что они у меня будут работать. По крайней мере, тот срок, на который у меня будет этот мотор. Служить для меня будет верой и правдой. Они у меня не заклинят, стучать не будут, их не разобьет, не разорвет и тому подобное. Вот так. Вот так чистим, шкребем, вышкребаем все. Оттуда весь хлам. И вот так купаем, промываем. Так, ну ладно, с этим вы поняли, как. Теперь вот с этим вот клапаночком, полужирочком. Он составной. Вот эта штука вытаскивается, снимается. Сейчас покажу. Здесь вот есть тоже полость. Вот она. Тут тоже надо все это говно, дерьмо вычистить. Ну, сейчас увидите. Вот видите, вот сейчас в каком состоянии. Вот, хорошо видно, что там хлама дофига и больше. Ну, сами увидите. Сейчас я его помою и каким он станет после помойки. Вот сейчас он вот так выглядит, да? Так, вот эта штука, она составная. Берете также пассатижи и вот так аккуратненько этот плунжерочек разбираете. Оп! Здесь вот такая есть штучка. Вот здесь стоит пружинка под вот этой вот крышечкой стоит пружинка, очень маленькая, мелкая, и стоит шарик. Он работает как перепускной клапан. Вон шарик, видите? Вот он, шарик. Вот он должен иметь ход, ходить вот так, что в свою очередь тоже обеспечивает перепуск жидкости. Вот он должен нажиматься, отжиматься, нажиматься, отжиматься, нажиматься. Тем самым он открывает, закрывает вот пропуск жидкости. Сейчас его тоже разберем, промоем. Здесь есть пружинка, вот компенсатор хода. Тоже, видите, вся она черная, вся в нагаре. И вот здесь тоже вон он, шлам, хлам. Это также сейчас вышкребаем, все шкребем, вымываем до чисто, начисто. Где моя? Вот такая шкрябалка, тоже трос. Вот с такими вот зазубринами. И вот так вот шкребем, короче. Все, оттуда весь нагар тысячелетний. Нужно сейчас вышкребсти. Ну, давай, сейчас через паузу. Вот, пацаны, смотрите, видите, теперь, какой он стал. Вот, смотрите, пацаны, видите, какой он стал теперь там светленький, чистый. вот таким он и должен быть вот там внутри. А не тем, а не таким черным весь в шламе, в нагаре, как до этого был. сейчас это точно так же вышкребу. Вот так. так, парень, смотрите, вот сейчас какой он стал. Вот, смотрите, парни, какой стал, видите, чистенький. Уже блеск металла там есть, появился. И вот сейчас хорошо, четливо видно вот этот шарик. шарик стоит под вот этим колпачком. Колпачок тоже черный в нагаре есть. Его тоже сейчас зачистим, берем вот так. И вот такой тупо щеткой металлической. Ну, что у вас под рукой есть, то и используйте. Вот так шкребем. О, плотный нагар сидит. В машине 30 сколько? 34 года. Нет, 33 года, да? 33 года в машине. Мотор ни разу не вскрывался, не делался. Первый раз за всю историю свою с 91 года выпуска вот гидрокомпенсаторы сейчас испытывают на себе ремонт по-русски. Видите, сейчас какой он становится. Вот так весь хлам, этот шлам счищаем. О, какой стал. Но это еще не все. теперь берем вот этот колпачок с этого плонжера аккуратно нужно снять. Но очень аккуратно, потому что здесь стоит шарик и пружинка. Очень аккуратно, внимательно, чтобы шарик и пружинка у вас не вылетели, не разлетелись, куда попало. Вот так берем и раз зажали в кулачок зажали, чтобы ничего никуда не разлетелось. Потянули на себя пассатижи и колпачок. Вот он шарик. вот он шарик. Ну давай. Вот он шарик. Так, и пружинка. Вот она лежит в колпачке в этом. Очень внимательно, очень аккуратно. Вот она пружиночка. очень маленькая, тоненькая, практически незаметная. Все это в банку с бензином. Вот так, и пружиночка туда же. На пружинку не давим, на нее воздействия никакого не делаем, потому что она тонкая и легко деформируется. Ну а вот этот вот колпачок внутри таким тонким ножичком зачищаем. Здесь тоже масляный нагар достаточно большой. так. И убираем все. Который масляный нагар в свою очередь оказывает воздействие на пружинку, то есть он пружинку стопорит. не дает пружинке работать адекватно. Так вычищаем все это фуфло. И вот здесь вот тоже видите грязь масляный нагар. сейчас здесь нужно зачистить. где шкрябалка металлической. Ну вот и все чистенько. Теперь можно собирать. Собирать следующим образом. Вот берете этот колпачок, который вы точно также почистили. он у вас чистый. Ставим сюда пружинку. Пружинка там в бензине. Ставим пружинку аккуратненько в колпачок. вот так вкладываем и шарик вложили. Все вот этой вот частью то, что мы сейчас зачистили. Здесь он у него есть посадочная вон там вот фрезеровочка. Опускаем аккуратно вот так раз перевернули и все он здесь как на три осика садится защелкивается вот так раз 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 готово все он достаточно легко защелкивается все сидит на своем месте вот так проверим сейчас все клапанок собраны как проверить как он работает вот этот шарик он должен держать жидкость и спускать жидкость вот так наберем бензин видите бензин вот он и надавливаем на шарик сейчас должен бензин вот видите стоит бензин шарик держит бензин бензин не проходит не спускается надавим на шарик и бензин уйдет сейчас раз оп все бензин ушел стек шарик держит сейчас значит пружинка хорошо работает адекватно прижимает шарик и шарик держит в отверстии жидкость оп все отлично вот эту часть мы восстановили почистили помыли сейчас пружинку точно так же сейчас отшкомутаем почистим то есть от нагара вот так аккуратно зажимаю тоже так только не жмем не сгибаем пружинку очень аккуратно нежно и вот так тоже вот все пружинка тоже чистая собираем пружинку вот сюда на эту часть одеваем вот так вот так и вот эту часть тоже раз все он легко видите он как заработал вот так надавите сейчас пшик должен быть пшик вот сюда на клапанчик раз все вот теперь он будет работать так вот здесь у вас все уже тоже чисто берем вот этот вот планжерок сюда опускаем вот так раз пальцем его не задавить а можно вот так так раз и очень аккуратно нежно так чуть-чуть так тюк-тюк все готово вот он видите оп оп заработал все отлично после он маслом прокачается и будет работать адекватно как ему положено ну вот так вот парни моются прочищаются разбираются и собираются гидрокомпенсаторы пользуйтесь этим лайфхаком себе на здоровье точно так же можете произвести ревизию своим гидрокомпенсатором и ребята ездите счастливы на здоровье не ломайтесь а если сломаетесь то чинитесь грамотно всем удачи пока и 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